Приветствую дорогие друзья! Судя по проведенному опросу в сообществе нашего канала, зрители хотят побольше узнать о роторных двигателях в советском мотопроме. Ну что же, давайте осветим данную тему поподробнее. В начале 60-х годов роторный двигатель или двигатель конструкции Венкеля будоражил умы многих инженеров в различных странах мира. СССР не стал исключением, здесь тоже стали работать над этой технологией. В цехах Центрального конструкторско-экспериментального бюро мотоциклостроения в Серпухове уже к 1961 году собрали первый советский роторный двигатель. Первый рабочий образец получил название RD-250 и имел соответствующий рабочий объем в 250 кубических сантиметров. Бензиновый двигатель имел чугунный корпус и воздушное охлаждение. Мощность мотора варьировалась в зависимости от оборотов от 8 до 17 лошадиных сил. Первые образцы показали весьма скромный ресурс из-за малой эффективности уплотнений и больших механических потерь. Чуть позже проблемы решили за счет применения более эффективных уплотнений, изменения формы впускных и выпускных окон, камеры сгорания и перехода к другим подшипникам. Получив неоценимый опыт в создании стендовых образцов, советские инженеры перешли к следующему этапу – созданию роторного двигателя, который можно было поставить непосредственно на мотоцикл. В 1964 году начинается работа над двигателем нового поколения RD-350, соответственно рабочим объемом 350 кубических сантиметров. Расчетная мощность такого двигателя должна была быть от 30 до 35 лошадиных сил. Его планировали устанавливать на тяжелые мотоциклы Днепр и Урал. Причем охлаждение по-прежнему предполагалось только воздушное, за счет вентилятора, установленного в передней части односекционного мотора. Первые дорожные испытания RD-350 начались в 1970 году. Для их проведения за основу взяли мотоцикл Днепр. Именно этот мотоцикл и стал первым носителем советских мотороторов. Мотоцикл показал весьма отменную динамику и невероятную тягу. Но была и одна большая проблема – это низкий ресурс двигателя. В результате решили отказаться от чугунного блока в пользу алюминиевого и стали вести работы над поиском специального жаропрочного сплава для увеличения ресурса двигателя. Следующая версия двигателя RD-500 также имела воздушное охлаждение, но уже облегченный блок и специальное покрытие, позволившее существенно увеличить моторесурс. RD-500 без проблем развивал 40 лошадиных сил и большой крутящий момент. В 1974 году на испытания вышли 10 мотоциклов Днепр с двигателем RD-501. Доведенный до ума двигатель имел износа жаростойкое некосиловое покрытие алюминиевого корпуса. Сам ротор двигателя был изготовлен из печеного алюминиевого сплава, а воспламенение рабочей смеси обеспечивалось электронной бесконтактной системой зажигания. Испытания показали, что двигателю объемом 500 кубических сантиметров требуется жидкостное охлаждение для более стабильной работы на разных режимах нагрузки. В 1976 году на свет появляется двигатель с жидкостной системой охлаждения. Двигатель под названием RD-510. Этот мотор легко развивал 48 лошадей и отличался более стабильной работой. Для полноценных испытаний было собрано 30 роторных мотоциклов Днепр. Кстати, один из таких мотоциклов можно рассмотреть в музее техники Вадима Задорожного. Он перед вами. Один из 30, которые были произведены для условий реальной эксплуатации. По слухам, их передали в сельскую местность председателям колхозов. Сколько из этих 30 дожили до наших дней, неизвестно. Возможно, некоторые мотоциклы осели в частных коллекциях или отправились за границу. Остальные, видимо, просто утилизировали. Пожалуй, самый удачный роторный двигатель, в котором были учтены все ошибки и устранены детские болезни, это RD-515. Мотор всерьез рассматривался для серийного выпуска. Специально под двигатель было разработано усовершенствованное шасси тяжелого мотоцикла с коляской. Мотоцикл по индексам 7.151, созданный под роторный мотор RD-515, появился в 1987 году. А рассматривались даже планы строительства нового мотоциклетного завода в Набережных Челнах, где бы мог стартовать массовый выпуск таких мотоциклов. Сам роторный мотоцикл перед вами. Смотрится довольно интересно, а главное, то он еще и на ходу. У меня даже есть его более подробный обзор на канале. Данный мотоцикл был сделан не в единственном экземпляре. Были не только версии с коляской, но и одиночки. Но после начала перестройки выпуск новых мотоциклов уже никого не интересовал. Пожалуй, последней яркой страницей этой истории можно считать появление экспериментального мотоцикла Иш-Лидер. Сам мотоцикл создали ижевские конструкторы. А вот двигателем занимались инженеры из Серпухова. В качестве силового агрегата выступил двигатель RD-601 с жидкостным охлаждением, рабочим объемом 613 кубических сантиметров, мощностью 52 лошадиные силы при 6000 оборотах. А если учесть, что ротор легко раскручивался до 9000 оборотов и выше, то и мощность мотоцикла существенно возрастала. Основная масса экспериментальных советских роторных мотоциклов утеряна безвозвратно, как и роторные технологии, над которыми работали во ВНИИ Мотопром в городе Серпухове еще с начала 60-х годов. Ну что, мои дорогие друзья, надеюсь, вам было интересно. До новых встреч на просторах интернета. Субтитры создавал DimaTorzok